Всем привет! Это канал Готовить Просто и я Ольга Матвей. Сегодня готовим штрудель. Просто тоненькое, вкусное тесто и яблоки с корицей. Оставайтесь вместе со мной. Нам понадобится немного подсолнечного или оливкового масла, вода комнатной температуры, одно яйцо, соль и мука. На моем канале несколько рецептов приготовления штруделя. Под видео есть ссылка, перейдите, посмотрите. Подписывайтесь на мой инстаграм, все ссылки под видео на все соцсети. Штрудель я готовлю уже не первый раз и хочу сказать, что приготовление теста для штруделя имеет несколько нюансов. Первый способ, самый простой, замешивать тесто в кухонной машине. Если у вас есть такая дома, это очень просто, ничего руками делать не надо. И я покажу, как это делается. Если такой машины нет, то придется это делать ручками. И ручками, когда замешиваешь тесто, немножечко отличается и тесто, потому что нужно будет чуть больше муки. И такой вариант я тоже сегодня покажу. Итак, и так. Первое, что делаем, это просеиваем муку. Просеиваю уже сюда в комбайн. Показываю первый способ. Обязательно просеиваем муку. А лучше раза два просеять муку. У меня был уже один раз просеян, и уже второй я просеиваю непосредственно сюда, в чашу комбайна. Небольшое количество соли, не больше, чем пол чайной ложки. Подсолить саму муку. Вбиваем сюда одно яйцо, вот так. И начинаем замешивать. Нам понадобится вот такой вот венчик, г-образный, крюк для теста. Включаем и начинаем смешивать яйцо и муку на маленькой скорости. Теперь тоненькой струйкой доливаем воду. Пару столовых ложек подсолнечного масла. Вымешиваем тесто в комбайне не менее 10-12 минут. Тесто вымешалось. Посмотрите, какое оно однородное. Когда оно уже готово, оно не должно липнуть к рукам. Так как мука всегда у всех отличается, производители разные, может быть такое, что на пару ложек столовых больше или меньше у вас уйдет. Но поначалу положите столько, сколько я дала. Значит, смотрите, вот оно тесто. Оно такое, знаете, вот живое, нежное, ну вот такое, оно не липнет к рукам. Значит, что теперь нужно сделать? Делаем из этого шарик вот такой. И закладываем в какую-нибудь емкость, мисочку, тарелочку, неважно куда. Накрываем пленкой или крышечкой, как я, и оставляем на час просто постоять в кухне на столе. Теперь замешиваем второй вариант теста, если мы делаем его руками, в муку. Отправляем немного соли, точно так же выбиваем одно яйцо. Размешиваем яйцо с мукой. Просто деревянной ложкой, железной ложкой, неважно какой. Сахар я не добавляю. Можете добавить, в принципе, чайную ложку сахара. Но начинка и так сладкая, поэтому, если тесто будет пресное, то даже и лучше. Теперь сюда же вливаем воду. Вот так. И отправляем сюда подсолнечное масло. Тоже 2-3 столовые ложки, сейчас я возьму, чтобы отмерить. Больше не нужно, поэтому всегда меряю столовыми ложками. Все это дело хорошо смешиваем, до однородности максимально, насколько это возможно. На стол просеиваем небольшое количество муки, где-то 40 грамм. Вот так. И отправляем сюда полученный комок теста. Он такой вязкий, липнет к рукам. Сверху тесто тоже немного присыпаем просеянной мукой. В тесто, которое мы делали в комбайне, у нас ушло 310 грамм муки. На весах я взвесила. А сюда, в это тесто, которое руками замешиваем, уходит на немножечко больше по граммам. Всегда сказать точно нельзя, потому что сколько написала я, сколько раз в этот раз у меня получилось, я вам напишу. Но плюс-минус 10-20 грамм может отличаться из-за разницы в муке. И начинаем замешивать тесто. Оно должно быть достаточно нежное, не липнущее к рукам. Чтобы тесто при замесе руками получилось очень нежное и мягкое, для этого основную часть муки отодвигаем в сторону. И только небольшими порциями посыпаем мукой тесто и начинаем вымешивать. Когда вот эта часть муки вмешается в тесто, добавляем следующее. Смотрите, здесь мука закончилась, я добавляю еще немножко муки и продолжаю. Таким образом, возможно, не вся эта мука уйдет в тесто. Самое главное, чтобы оно не липло к рукам, но было очень мягкое. Посмотрите, тесто уже не липнет к рукам и больше муки мне не понадобилось. Даже вот эту основную часть, которую я высыпала в самом начале, вот на тесто и под низ тесто, она вся не ушла. Теперь тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем тоже на час просто кухни на столе. Имейте ввиду, тесто руками вымешивать гораздо дольше. Если в комбайне это было 10-12 минут, то тут все 20 минут я вымешивала тесто, чтобы оно было однородное и эластичное. Изюм заливаем кипятком и отставляем, чтобы он набух. Возьмите большой лимон. Всегда беру большой. И выдавливаем сок лимона. Сливаем сок в отдельную мисочку. Сок одного большого лимона. Яблоки нужно взять такие, семеренку или голден. Вот такие вот зеленые, желательно больше зеленые, чем красные. Как порезать яблоки для штруделя? Есть два способа. Первый способ, наверное, классический. Разрезаем напополам и еще раз напополам. Потом вот эту вот четвертинку, ставим нож наискось, вот так вот, и срезаем сердцевинку. Таким образом, это очень быстро, чем вот так вот вырезать, это неудобно и долго. И потом яблочки нарезаем вот таким образом, только тоненько. Вот так, тоненько. Второй способ. Точно так же отрезаем сердцевину. И нарезаем уже вот эти вот дольки больше. Для чего? Для того, чтобы из них сделать квадратики и порезать вот так квадратиками. Значит, это уже кому как нравится. Классический вариант делается и так, и так. Я стараюсь фрукты резать керамическими ножами. Они не разрешают тому структуру фруктов, это очень хорошо. Смотрите, как чисто. Теперь яблоки отправляем в емкость с лимонным соком. Когда яблок здесь будет много, смотрите, вот так они прям купаются в лимонном соке. Когда их уже будет много и этого лимонного сока будет мало, я беру вторую половинку лимона, выдавливаю и уже покрываю их сверху. Где раскатывать тесто? Можно на ткани. Я взяла небольшое полотенце. Можно на пергаменте, просто на столе или на какой-то подложке силиконовой, потом руками заворачивать. Возьмите, что у вас есть дома из подручных средств. На ткань, которую я приготовила, мы насыпаем муку, причем достаточно много муки. Берем тесто, оно полежало и стало эластичное. Нам нужно его раскатать, сверху тоже можно притрусить мукой, скалку в муку и начинаем раскатывать. Делаем из него не обязательно круг, лучше прямоугольник по длине вашего пергамента или ткани. Раскатали его немного. Теперь это тесто нужно разделить на два раза, потому что сразу мы будем делать два штруделя. Вот так, напополам. Теперь раскатываем одну половинку, максимально вот как вы можете раскатать скалкой по ширине самой ткани. Посмотрите, я раскатала по ширине, а по длине будем сейчас тянуть тесто, потому что тесто такое вытяжное. Оно очень нежное, поэтому тянуть его надо очень осторожно. Если вы делаете это первый раз и где-то оно у вас прорвется, ничего страшного, не пугайтесь. Я сейчас расскажу, как и что делать. В какой момент начинать тесто вытягивать? Когда вы раскатали до такого состояния, что начинает просвещаться ткань. Еще оно не очень тонкое, но уже начинает виден быть рисунок. Вытягиваем не пальцами, потому что если у кого-то как маникюр, как у меня, вы прорвете ногтями тесто. Верхней частью руки. Поднимаем само тесто и кладем его на руки, вот так. И начинаем вытягивать в разные стороны, начинаем его тянуть, вот так вот, кулачками. Это нужно делать не только в середине, но и в боках, желательно по кругу. Если где-то оно прорвется, вы делаете это первый раз, ничего страшного. Конечно, все не асы, никто здесь никаких шедевров с этим тестом делать не будет, потому что в настоящих таких больших кондитерках они просто это тесто чуть ли не к потолку подтягивают, растягивают. В общем, у них это получается, рука набита. Поэтому просто пробуйте. Если у вас не получится сразу, у вас есть два кусочка теста. И с каким-то не получится, значит со вторым точно получится. Видите, я нигде не прорвала, но может прорваться. Значит, смотрите, края у вас будут толще, чем серединка, это нормально. Максимально, насколько вы можете его вытянуть, настолько вытягиваем. Когда серединку вы достаточно хорошо растянули, нужно растянуть края. Значит, положите тесто на стол, чтобы оно у вас не порвалось под своим весом и по кругу вот так вот тянем края. Лучше делайте это медленнее, чем быстро и тесто порвется. Оно достаточно эластичное, поэтому сразу оно у вас не порвется, вы не переживайте, не все так страшно. Главное делать это достаточно, ну вот знаете, не затягивать весь процесс, потому что оно сверху начинает подсыхать. И чтобы оно у вас не начало трескаться и трещать. Вот смотрите, вот собственно вот так. Как проверить, достаточно ли вы тесто уже растянули, насколько оно тонкое. Берете какую-то журнал, газету, в общем где-нибудь, где что-то написано. Значит, посмотрите, если просвещается текст, и вы можете хоть как-то разобрать, что там написано, хоть приблизительно, это значит, что тесто вы растянули. Заворачивать я буду от себя сюда вперед, чтобы мне хватило длины завернуть. Чем длиннее вот эта часть, тем лучше. Как минимум 50-60-70 см он должен быть вот так в длину. Ширина его должна быть настолько широкая, насколько поместится в ваш противень. Имейте это ввиду, иначе придется его складывать вот так подковкой или как-то еще, чтобы он влез в противень. Значит, где допустимые прорывы в тесте. Значит, если я заворачивать буду от себя, значит, в первой половине теста могут быть какие-то прорванные части. Во второй половине нет, поэтому поверните к себе с такой стороной, где больше у вас прорывов. У меня вот здесь вот раз, два, три прорыва, а здесь нет, поэтому я буду заворачивать от себя. Вам понадобятся панировочные сухари. Значит, вместо сухарей можно взять подробить песочное печенье, будет тоже вкусно. Но я взяла домашнее, я делаю дома. Значит, вот там вот, где у вас будут лежать яблоки, по ширине, туда и сыпем сухари. Значит, края теста засыпать не нужно, то есть вот этот край и вот этот край оставляем без сухари. Приблизительно это выглядит вот так. Теперь сюда отправляем яблоки. Значит, сколько яблок вы вот так по ширине положите, настолько широким будет ваш штрудель, имейте ввиду. Немного изюма, слишком много изюма не кладите, вот так вот, совсем немножко. Возьмем любые орехи, у меня грецкие. Я в толкушке потолку, чтобы они были и мелкие и твердые, можно в блендере перебить. Значит, орехи можно брать свежие, можно брать жареные. Такие нравятся вам больше. У меня есть грецкий, просто обычный наш классический орех. Я его вот так потолку, вот так и сверху немного присыплю, вот таким образом. Несколько ложечек корицы и пару столовых ложек сахара. Теперь мягкое сливочное масло, ни в коем случае не растопленное, мягкое, которое полежало на столе. Вот так вот несколько ложечек. Берем силиконовую кисточку или деревянную лопаточку, чтобы не порвалось тесто. И смазываем часть теста, которая ничем не присыпана, вот так. Теперь самый главный момент, как же это все завернуть. Значит, заворачиваем вот эту вот верхнюю часть, таким образом. Берем ткань и вот так вот тканью делаем из него рулет. Вот таким образом. Теперь края. Значит, можно края завернуть сразу, если у вас тесто короткое, как у меня. Если тесто у вас получилось длиннее, края можно заворачивать в самом конце, когда уже весь штрудель собран. Я сейчас немножечко вот так подверну края. Теперь берем ткань и заворачиваем остаток теста в рулет. Вот таким образом. Немножечко придавите и теперь до конца. Получается вот такая большая гусеница у нас. Края обязательно немножечко придавить, вот так вот сдавить, чтобы сок не повытекал. Вверх подверните. В общем, вот таким образом. Немножечко откатываем штрудель назад, для того, чтобы удобно было переложить на противень. На противень бумагу или присыпьте мукой, смажьте маслом, ну, в общем, как-нибудь. Теперь поднимаем сам штрудель. И перекатываем его вниз швом на пергамент. Возьмите одно яйцо. Немножечко вот так его взбейте. И сюда отправляем пару чайных ложек сливочного масла. Вот я положу такую одну большую. Для чего? Значит, сейчас мы будем сверху штрудель покрывать. Если покрывать только одним яйцом, корочка просто будет золотистая. А если покрывать вместе со сливочным маслом, то она сверху немножечко расслоится и даст такую вкусную структуру тесту. Поэтому, когда все вместе, это вкусно. Значит, берем венчик. И венчиком, ой, венчик, лопаточку силиконовую. Так. Вот так. И покрываем наш штрудель. Разогрейте духовку на 190 градусов. Отправляем туда штрудель на полчаса. Вот такой второй получился штрудель из второго кусочка. Заворачивала я теперь поперек полотенца. Так как теста у меня много и еще есть целый кусок, который я делала руками, буду делать два штруделя еще с грушами, пока эти пекутся. Я вытянула штрудель. Он у меня остыл. Посмотрите, как он красивый, румяный и золотистый. Здесь три штуки, которые еще получились со всего теста. Здесь два с грушами и один с яблоками. Разрезаем штрудель. Штрудель подается в ширину 5-6 см. Если вы подаете гостям, обязательно возьмите линейку и разрежьте одинаковые кусочки. Как я подаю штрудель? Первое, что я делаю, я беру обычную сгущенку и рядом наливаю немного сгущенки. Сгущенки немного, где-то столовую ложку на одну порцию. На сгущенку сверху я выкладываю орехи, которые были внутри. Можно посыпать сверху еще изюмом, но это как кому нравится. Следующее, это сахарная пудра. Обязательно штрудель подается поверх сахарной пудры. Вот так. И края тарелки я украшаю шоколадом. Итак, момент истины. Сейчас будем его пробовать. Немного сгущенки вот так наверх и пробуем. Еще теплые яблоки. Корица. Я просто очень люблю корицу. Шоколад и вот эта легкая нотка сгущенного молока. Это очень-очень вкусно. Еще не пробовала груши. Еще попробую груши. Думаю, что тоже очень вкусно. Штрудель можно делать с вишнями. На Рождество я делаю с вишнями. Это очень вкусно. Яблоки плюс вишня. И подается он с мороженым. Желательно розового цвета мороженого, чтобы было. С листочками мяты. Очень вкусно. Просто бомбовский штрудель. Обязательно приготовьте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова